Многофункциональный реабилитационный центр для детей-инвалидов будет построен в Хабаровском крае. Такое решение озвучил губернатор Сергей Фургал на встрече с инициативной группой родителей. Глава региона поручил пяти министерствам разработать концепцию центра. С подробностями Александра Теплякова. Ангелине Мичуриной 4 года. С рождения ей поставили диагноз синдром ДЦП. Передвигаться самостоятельно девочка не может. Таких детей, как Ангелина, в регионе больше 5000. Но проблема у всех одна. Самая больная наша тема – это реабилитация наших детей. Ее нет в городе Хабаровске, ее недостаточно. Мы говорим сейчас о бесплатной реабилитации. В городе ее нет. Сегодня с просьбой решить проблему с медицинским обслуживанием инициативная группа родителей, которая воспитывает особенных детей, обратились к губернатору региона. Сергей Иванович, чтобы вы понимали, мы элементарно готовы ездить даже в чужие страны, то же самое Китай. Матери там находятся по 6 месяцев, бросая свои семьи, бросая других детей. В поиске вот этой вот пилюли, которая поможет ребенку встать. Услышьте нас, пожалуйста. По словам родителей, решить проблему медицинской доступности поможет строительство многофункционального реабилитационного центра, где дети смогут получать не только медицинскую помощь, но еще и учиться и готовиться к самостоятельной жизни. Один из родителей уже успел разработать проект будущего центра. Задумали мы туда поместить буквально все, начиная с аквариабилитации, ипотерапии, канистерапии, все различные физиотерапевтические мероприятия. Сами родители нашли и место для центра реабилитации. Разместить его предлагают на базе недостроенного медицинского учреждения в Березовке. Также есть вариант строительства нового здания в селе Матвеевка. Более тщательно разработать концепцию центра губернатор Сергей Фургал поручил пяти министерствам. Это необходимо сделать за один месяц. По мановению волшебной палочки он все равно не появится. Нам же нужно еще понять, кроме здания, проработать четко, какое оборудование нам нужно, сколько это будет стоить, где мы найдем специалистов, что это будут за специалисты. И так далее, и так далее, и так далее. Подобного многофункционального центра для детей-инвалидов на Дальнем Востоке нет. Его строительство может обойтись в сумму больше одного миллиарда рублей. Александра Тепрякова, Павел Павлов, Телеканал «Губерния». Александра Тепрякова, Павел Павлов, Телеканал «Губерния»